Так. На самом-то деле, Beth'е preached реакции Моисей, 班хея когда ему задонатили смотреть Ряженку. Ог encaut быть. Привет. ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО БЛИН. ОООООООООООООООООООООООООО sno- НУ, ЭТО БААН. БЛЯЯЕЕЕДЬ. Да, дайте-ка название поставлю сейчас. Да, да, да. Ну, в общем, о-о-о, ребят, всё. Новый мем на стриме. Лучший музыкальный блогер на YouTube. Название видоса. Прям чувствуется сейчас. Запахло кринжой. И едет конвой. Я не помню текст. У меня все песни-бутырки перемешались в голове. О-о-о, понятно. Привет, меня зовут Миша Ряженко. И сегодня я хотел поговорить о самом-самом полезном блоге. Риша Мяженко. Это, конечно, наш любимый Моисей Великанов. Он самый охуенный. Каждый день стримит. Вообще всех разбирает, на всех реакции делает. Самый умный. Полезные советы всегда дает. Если кто-то хуйню спизданул, Моисей его всегда подправит. Добрый человек. Конечно, это наш дорогой Мосяка. И по звуку всем советы сам дает, помогает. И это... И вообще, и по всем делам. Ну, конечно, Моисей. Вообще, на всем ютюбе. О-о-о, на русском, на английском, на немецком, на испанском. Я пользуюсь сам многими видео этого блогера. Этого прекрасного человека, нашего любимого Моисея. Когда делаю посты в своей группе ВКонтакте, кстати, подписывайтесь. Ссылочка внизу. Там полезные всякие... Пишем, ребят. О-о-о. Хлебника еще стопарик, пляж. Иль Игорь, спасибо тебе огромное за донат. Я долбоеб, я забыл донаты на видос выключить. А, ну да я же могу на паузу поставить. Слушай, я сейчас на паузу поставлю запись. Схожу за бухлищем. И продолжим как раз уже бухим делать реакцию. И обнем. А, теперь можно смотреть. И вот этот блогер, он... Как-то сначала... Не вошел в мое поле зрения. Так вот, глубоко. В мое поле зрения. Вошел глубоко. Но количество контента, которое он делает, оно просто запредельное. При этом качество контента тоже запредельное. Количество запредельное. Это, это я! Это, это... И сейчас немножко подробнее расскажу, о ком я говорю. Наверное, вы все поняли, что... Блядь, умоляю, кто-нибудь, примонтируйте там меня, пожалуйста. Народ, кому не лень. Типа вот, чтобы он это говорит. И тут вот здесь всплывает, типа, Моисей Великанов там из одного видео какой-нибудь момент. Вот здесь там. Ну, ты... Блядь, это же очень смешно будет. Речь идет о... Плогере под именем Рик Пиата. Ну, плогере... И там, типа, Моисей Великанов этим... Говорилкой, блядь. Музыкант, он как угодно. Сессионный музыкант, музыковед. Это не тот музыковед, как в России принято, что это люди, которые ненавидят и музыку, и слушателей. Недавно такой момент смешной был. Постровинский, по-моему, сказал об этом. Это музыковед, который обожает музыку, обожает слушателей, обожает разбираться в ней, разбираться в нюансах, почему все хорошо звучит или почему все не очень хорошо звучит. То есть у него с этим очень классно все получается. Я сейчас не буду вдаваться в его биографию и все такое. Просто хочу рассказать, почему он самый крутой блогер. Во-первых, потому что у него выходит очень много полезного контента на совершенно различные темы. Басисты, гитаристы... Не помню даже, что это за чел. ...все могут найти у него что-то полезное и интересное. И причем заслуга его заключается именно в том, что он обладает страшно широким мировоззрением, просто огромным, необъятным. Сейчас окажется, что он жирный. Он не ставит всяких границ, он просто любит все, изучает все, если что-то не понимает, пытается понять. И его мировоззрение очень схоже с моим. Ну, то есть, наверное, 99% в том плане, что... Сука, 99%. Блядь, у тебя 99%. Когда у тебя уже 100%-то ряженки твоей будет? У него все время процентов не хватает, ребят. Давайте сбор обнулим, кстати, там. ...все ребята, которые говорят, что мне этот стиль не нравится, они просто, ну, конченые. Потому что, нет, ну, если ты любишь музыку, ты любишь музыку. Если ты любишь качественную музыку, любишь качественную музыку. Ну, значит, ты любишь русский рэп, как бы. Если ты говоришь, что тебе этот стиль не нравится, ну, ты просто конч, блядь. Ты просто долбоеб. Стоп, вот если тебе не нравится АК-47, хули мусора, хули мусора, хули, да? Едем так, как ехали, даже в хуй не дули. Хули, ну, допустим, ремень не пристегнули. Я кругом тонирован, значит, все в ажуре. Да, как говорится. Эх, жизнь, хоть за хуй держись. Прогноз моих пацанов в дальнейшем заебись. Порешать машины, встать крепко на ноги. Боже, помоги, ноги правильно веди. У него там еще что-то было. А, а ну-ка, левая свободная рука. Потому что правая нажигает химаря. Во, вот это я понимаю, блядь. Если тебе не нравится нахуй, то ты просто, ну, конченый человек. Просто как она исполняется. А если тебе не нравится категорически, там, например, рэп, ну, скорее всего, ты конченый, да? Да, 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 реально. Так и есть. Вот как я сказал, правильно. Ну-ка, хули мусора текст. Если тебе не нравится, допустим, рэп, или тебе не нравится, допустим, эти, блядь. Это точная цитата из, блядь, из какой-то песни очень популярной. Забыл, блядь, как называлось этот. Кто помнит, народ, может быть, кто-нибудь скажет, блядь, это. Заебали, суки, обоссали весь подъезд. Родственники приезжают, говорят, пиздец. Цитаты великих людей. Витяк, 47, блядь. Слышу, лошади катаются в лифте, а мне, пиздец, блядь, на шестой пиздярить, да пиздец. Блядь. Типа, есть хороший рэп с живыми музыкантами, или все равно можно найти несколько треков, которые тебя качнут. То есть, если ты полностью все отрицаешь, ты это делаешь только из не музыкальных соображений. Ну, допустим, вот я полностью отрицаю, не знаю, русский рэп. Ну, не, окей, ладно, да, это тоже неправильно. Ладно, я понял его мысль, я зря доебываюсь, но просто... Да хуй знает, ну, блядь, ну, может, человеку не нравится вообще, там, блядь, регги, но почему-то бесит оно его, вот любое, ну, вообще, блядь. Ну, вот есть люди, типа, сука, бесит меня эта хуйня, тупая она вся, там, я не знаю, любой дабстеп. Ну, типа, блядь, вот ты можешь сказать, ну, дабстеп мне обычно не нравится, да, раз в миллион лет найдется одна классная песня, там, в этом жанре, но, по сути, ну, типа, ну, я не знаю, чё за даёба такая, блядь. Нормально, то есть, ну, как бы, это в природе людей, они имеют на это право, но мне такие люди не близки и не интересны, поэтому я слушаю абсолютно всё, у меня есть плейлист. Надо сделать песню про ряженку, если ему не понравится он кончен. Он был в одном из видосов, с полезной музыкой, которой, я считаю, можно развить вкус, и там куча всего, поэтому Рик Биата в этом плане практически сразу мне стал симпатичен. При том, что он сам по себе инструменталист, ну, как бы, так себе уровня. То есть, я тебя уже хочу, я тебя уже хочу, мальчик, стой, я не шучу, мальчик, стой, я не шучу. Ну, так себе. При этом он очень много всего знает и очень круто объясняет. То есть, нажать на клавишах, там, что-то показать, он отличный. Вот я бы хотел такого преподавателя по теории музыки и истории музыки в институте, потому что, как у нас в институтах там происходит, что преподают историю музыки люди, которым на эту музыку... Вот он понимаете, блядь, вот, вот Рик Биата молодец. Он любит вот это вот всё, понимаете? Не вот эти вот хейтеры ебаные, которые каждое слово, блядь, говорят, как они что-то ненавидят, как они музыку ненавидят, там, людей ненавидят, там, институты ненавидят, а вот молодец, любит музыку, понимаете? Сука. Блядь, он же... Ряженка через слово говорит. Ну, вот не как вот эти вот хуесосы тупорылые, прям, я чувствую в его интонации, вот эти дебилы, блядь, в институтах. Не как вот этот вот русский рок, который говно весь вообще, нахуй, до последней песни. А вот тут, как говорит Биата, он молодец, он музыку уважает. Как потом... А потом этот самый... К нему подходит Асти Макжух и говорит, Ребята, я вас всех люблю, надо как бы нести добро людям, потому что если ты несешь добро, даешь добро, добро тебе обратно и возвращается. Кстати, Фред гитарист и начинает перечислять все, блядь, все самые мерзкие ругательства, какие только нахуй вспомнить может, блядь. Я слушаю вообще по барабану, и сама по себе история музыки ужасно просто читается. То есть, это страшно неинтересно слушать, и... Уроды! Я, например, вообще ничего не знаю с историей музыки, потому что, ну, это совершенно неинтересный предмет. Какие-то чуваки в париках там, и все такое. Ну, преподносилось это крайне херово. Если бы это преподносилось хотя бы с точки зрения, что, ребят, выберите, что вам понравилось, давайте в этом разберемся, это было бы гораздо круче, потому что я бы точно что-то для себя уловил. Да-да-да, знаешь, типа, перед учениками, перед шкильниками раскладывают, значит, история, биология, география, Dota 2, не знаю, это самое, футбольчик и там, антология русского рэпа. Ну вы, пацаны, выберите, ёпта, что вам понравилось, мы то и будем изучать. А история там, все это, это хуйня, это не знаю. Ну, а когда это дается с позиции, что надо знать отовсюду понемножку, и давай вот учи, и все такое, ну, я не буду, меня так вообще нереально научить, я посылаю сразу и говорю, что, кстати, мне два, я пошел. Ну, в общем-то, считаю, что так должны делать все, потому что, если вам не нравится какой-то предмет, это искусство, не обязательно совершенно его знать, или какой-то композитор, или вам не нравится препод, как все это подает, ну, тоже по барабану вообще, просто посылайте нахер и все, всех этих вот старперов, жоповонючих. Да, особенно, если ты хирург. В академиях там. Хирург-ряженки. Но, почему же Ригбиата стоит у меня на первом месте среди всех блогеров, над всеми блогерами? Потому что, во-первых, он музыкант, какой-никакой, во-вторых, он профессиональный музыкант, и, в-третьих, он обладает таким мировоззрением и делает столько разного контента, что, зайдя туда, вы дальше поймете, что надо изучать. Вот в чем прикол. То есть его можно использовать как крутейшую отправную точку, если вы в музыке не сильно понимаете, или если у вас есть нюансы, которые вы вообще не понимаете. Это самая главная его отличительная особенность. То есть, прям это очень важно. И, если вы хотите... Я только сейчас понял, он кепку эту дебильную одел. Ряженка, блядь. Господи. Ну, поверь ты, на слово. Найди шляпу за 100 рублей. Вот представьте меня в кепке вот такой вот я сижу. Еще вот этой вот, блядь, задернутой, прямой. Ну... Невозможно носить такую кепку, если тебе больше, чем 13 лет, и не выглядеть как конч при этом. Ну, блядь, ну зачем ты? Чему ты ее надел? Блядь. А, муха, ебаный врод. Развиваться в музыке, развивать свой круглый звор, пожалуйста. У него масса видео, которые отвечают на кучу вопросов, и дадут дальше вам путь, куда идти, чтобы посмотреть и изучить что-то. Это самое главное и полезное, что в нем есть. Да, возможно, где-то он там чуть-чуть кривовато играет, да, возможно, где-то... Ну да, то есть ему и без шапки он как-то по-дурацки смотрится, и в кепке по-дурацки. Шляпа. Блядь. Боже, храни шляпы. Они же, ну, вот прям, ну, в шляпе. Ты выглядишь как крутой чел. Ладно. Да, он, может быть, как-то по-странному объясняет. Ну, я причем не помню такого, чтобы прям вот что-то было криминальное. В натуре. Рэп любил... Не обязательно... Обязательно любить рэп, а этих чуваков, ну, как бы, чуваки в шляпе, это все говно. Если ты... И если ты не любишь, там, советский джаз ебаный, типа, вот этого... Город надвой, на него, и вот это вот все, да? Все, что... Еще там, до даже военное, то, что называлось, там, почему-то советским... Если ты вот эту вот заунывную залупу все не любишь, или шансончик, не уважаешь шансончик, ты конч. Ну, мало ли, кому-то не зайдет. Не важно. Во всех темпах это не важно. Важно, позже дает он или нет. А он ее 150% определенно дает. Поэтому обязательно всем нужно с ним ознакомиться, подписаться срочно сегодня же и стать одним из его постоянных зрителей и подписчиков. Если не знаете английский, учите, потому что музыкальный английский, вот, который... Вот у таких ребят, это мировой единственный музыкальный язык, который развивается. Если вы его не знаете, значит, в музыке развития не будет. Ну, в конце концов... Скажи это, блядь, всем испаноговорящим, например. Если какие-то вас интересуют детальные вещи, я стараюсь то же самое делать в моем курсе. Немцам скажи. Он превращается в такую комьюнити, в такое интересное сообщество. И там мы многие моменты прорабатываем детальнее, чем, вот, например, там, блогеры типа Беата. И там же есть чат поддержки, где там задания, вопросы и все такое. Ну, как бы, это я сделал, в том числе, вдохновившись им, потому что я хочу, чтобы клевые ребята, которые хотели развиваться, они попадали вот в такие комьюнити. Не важно, что они хотят играть, шансон или джаз, абсолютно не важно, база все равно одна. И все блогеры, по моему мнению, остальные, они как раз вот чуть-чуть не дотягивают до Великой Беата по широте его кругозора. Да, Моисей Великанов вот чуть-чуть, ну, чуть-чуть не дотягивают. И по... Астин Макбрейн, ну, чуть-чуть, немножечко вот. Вкусы, которые он доносит до своей аудитории, по вот этим найденным им бриллиантам музыкальным, которые он потом, впоследствии, сообщает вам. И вот ни разу не было такого, чтобы я смотрел его и понимал, что, блин, ну, это чё-то какой-то бред. Я хотя мало, ну, мало, в принципе, его смотрю, да, то есть мне достаточно, там, четверть или, там, три минуты ролика посмотреть, чтобы понять, что... Я посмотрел, нахуй, два его видео, ни разу не было. Из 700 видео, два посмотрел, ни разу он койню не сказал. Там всё интересно и ок. Просто многое из этого я знаю, поэтому, ну, смысл это смотреть. И вот когда я смотрю, я понимаю, что, блин, вот так бы было бы круто, если бы все мыслили. И вот это идеальный пример мышления музыканта. Не зашкварного музыканта, который сидит там, о, вот это говно, то говно, а музыканта настоящего, всесторонне развитого и крутого. Примерно те ребята, которые приходят ко мне на интервью, мыслят точно так же. Ну, как бы, местами там кто-то, естественно, чуть-чуть со своими нюансами, но в целом, в основном, все мыслят точно так же. Это очень круто. И я поэтому буду приглашать таких людей и очень хотел бы с Рик Беата когда-нибудь встретиться. Надеюсь, у нас это получится. И если вы хотите, вот, понимать, куда дальше идти и как развиваться, только Рик Беата и где-то мой канал в том числе. Поэтому спасибо, друзья. Я подумал, что рейтинг плохих российских блогеров я делать не буду. Ну, потому что они все плохие, к сожалению. То есть это все неквалифицированная такая... Это все очень-очень левая инфа. То есть, ну, за исключением некоторых, я выделю нескольких очень хороших, по моему мнению, и сделаю, вот, буквально, следующий ролик будет об этом. Но плохих я делать не буду, потому что вы и так их все знаете. И вы их смотрите сто процентов. Вы даже не подозреваете о том, что они на самом деле конченые ребята. Поэтому спасибо за просмотр. Надеюсь, что ребят... Прямо сейчас, блядь, вы их смотрите. Вот именно в этот, блядь, момент вы смотрите очень, блядь, плохих блогеров. И, сука, даже не подозреваете, блядь, об этом. Именно, блядь, когда вы, нахуй, на его канале. Ровно в этот момент... Сука. Как... Король, блядь, просто... Бог постирония. Он издевается, прям, вот... Он... Ну, он просто уже... В лицо, вот... Ну, он прям, вот, прям, вот... Просто уже смеется, просто говорит... Он прям говорит, вы идиоты, я вам срал в рот. Просто, вот, прям, вот так. Великий человек. Мое почтение. Миша Ряженко. Рик Беата вам зайдет, если еще не видели, а если видели, то продолжайте смотреть его ролики, все обязательно, как только они выходят. Даже на работе, в транспорте, неважно где, ваше мировоззрение будет музыкально расти, вкус улучшаться, и уровень, скорее всего, тоже будет подтягиваться. Так что, всем спасибо, друзья, за просмотр, заходите ко мне, получайте скидку на курс, вот там внизу, вся информация. Да, смотрите Рик Беата, платите деньги мне, все русские гитарные влогеры говно. Ну, вот я, он говорит, я, вот я, Миша Ряженко, понимаете? Я такой же, вот, как Рик Беата. Я мыслю, как кон. Вот я. Можно сказать, мы на одном уровне, да? Под нами все остальные, вся вот эта вот, все вот эти, вы их смотрите, дебилов. Ходите в эти музыкалки к этим дебилам, ну-ка сейчас. К этим конченным. А вот я, Миша Ряженко, вот у меня за 6 тысяч рублей можно купить курс, ёпта, блядь. Как аккорды играть. Потрясающий просто персонаж, блядь. Боже, храни Мишу Ряженко, ребят. Это. Я даже подпишусь, наверное, обратно. Я им, конечно, дизлайк въебу. Ну, а подпишусь, блядь, с колокольчиком, потому что это шедевр, блядь. Вот лишь бы, вот только дай бог здоровья. И причем, почему именно дизлайк? Чтобы была активность, чтобы он продолжал. Живот, блядь. Пусть он просто продолжает в том же духе. Пусть просто продолжает. Это прекрасно, понимаете? Блядь, 100 людей есть. Они ему поставили лайк. 76 комментариев. Окей, тут еще там спорно. Блядь, сука. И самое ужасное, люди есть знакомые какие-то. Миша, ты дурак. Ну, уже люди даже, блядь. Уже вот люди даже, блядь, вот. Выконченный человек, блядь. Реально, да. Да. Дай бог здоровья, ёпта, блядь. Все. Видос заканчиваем, стрим продолжаем. У нас всегда весело, пиздато. Заходим. Кидаем все свои деньги. Мне. О-о-о-о.